Да, у нас сохраняется высокая заболеваемость, но, как вы видите, мы выходим уже на плато, то есть ситуацию можно считать стабилизированной. У нас достаточно высокая динамика выздоровления, и при этом динамика смертности у нас снизилась на 34%. Следующий слайд, доклад окончен. Если кратко, ситуация под контролем, но работы много. В регионе циркулируют оба штамма, объем дельты около 30% и омикрона более 70%. Последний протекает легче первого, но более заразен. Отчасти он и стал эдакой природной вакциной, благодаря которой в итоге ситуация более или менее стабилизировалась. По официальным данным, на сегодняшний день первым компонентом вакцины привито от плана больше 85% жителей Ульяновской области. Если с ковидом справляются в принципе успешно, то на этом фоне большая часть сил брошена на борьбу. Оттянились другие болевые точки здравоохранения. Основная нехватка кадров и лекарств. В целом оптимизация. Минздраву рекомендовали разработать четкий план модернизации, быть прозрачнее. Необходимо в данном случае Минздраву четко, ясно представить для начала картину укомплектованности средним медицинским персоналом, врачами в больницах. Если мы на сегодняшний день не будем знать эту картину, если мы не будем знать в каких населенных пунктах, в которых проживает выше 500 граждан, есть соответствующие ФАПы, соответствующие аптечные пункты, то каким образом мы вообще эту модернизацию будем проходить. Всего за пандемию в Ульяновской области осмотрено более 185 тысяч уникальных пациентов, выдано свыше 80 тысяч больничных листов, доставлено 330 тысяч упаковок лекарств. Но при этом нехватка некоторых лекарств, в основном для людей с хроническими заболеваниями, все-таки есть. Принято решение на сфере медицины ни в коем случае не экономить. Если мы с вами на сегодняшний день будем делать ставку только на экономию в системе здравоохранения, станет еще хуже. И снова будем вывозить в черных пакетах людей. Я думаю, это никому не нужно. И финансирование в части бюджета Ульяновской области нужно увеличивать. Мы должны как раз, как депутаты, как народные избранники сейчас заняться предметно, наоборот, увеличением финансирования медицины. Заставить министерство увеличить количество медицинских выработников. Заставить и выделить на это средство увеличить лекарственное обеспечение. Деньги в бюджете есть. Нужно четкое понимание, как их распределить, чего конкретно и где не хватает в сфере медицины Ульяновской области. Начиная от лекарств и кадров, заканчивая укомплектованностью автопарка. Средства изыщут на все. В ближайших планах Минздрава сохранить эшелонизацию оказания медпомощи. Сократить резерв коечного фонда для оказания медпомощи неинфицированного профиля. И, кстати, как добавил зампред о лекарствах противоковидных, можно не беспокоиться. Сейчас запас в среднем две недели. В начале марта ожидается очередная поставка. Павел Патриков, Бахтияр Салтанов, репортер 73.